59, глава 5, 1 Исайя Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Внушив страх предсказанием бедствий, утешив обещанием благ, употребив различные врачевства, пророк снова возводит речь к началу, началу приличествующему до вступления в пророчество. Как вначале он возвестил о благодеяниях божьих, оказанных иудеям, говоря, «Я родил сынов и возвысил, а также о соделанных ими беззаконних, присовокупляя, они отверглись меня, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Так и здесь другими словами, но теми же мыслями, он выражает одинаковое с прежним. Но почему намереваясь изрекать обличение, он называет обличение песнью. Моисей, смотря мою, справедливо поступил так, когда намереваясь петь победную песнь, справедливо начал такими словами. «Пою Господу моему славно прославился коня и всадника вверх в море!» Исход 15.1. И Девора после дивного того трофея, после необыкновенной победы, справедливо составила победную песнь, высылая словословие Богу. Судей 5. А этот пророк, намереваясь обличать, имея потребность в сильном слове и состоянии души, не успокоительном, а напряженном, обещает нам петь и называет обличение песнью. Впрочем, не он один делает это, но и великий Моисей, воспевший тогда победную песнь в обличении иудеев, составив длинную песнь из укоризм, говоря, «Этим ли вы воздаете Господу, люди буйные и неразумные» в 2.32.6. И много, составив обличений, он заповедовал иудеям произносить их в пении, да и мы еще и теперь произносим их в пении. Почему же они составляли обличения в виде песни? Потому что они руководились духовной мудростью и хотели доставить великую пользу душам слушателей, так как нет ничего столь полезного, как постоянное памятование о своих грехах. А памятование ни от чего не делается столь прочным, как от песни. Так, дабы они не скучали от чрезмерных обличений и не уклонялись от постоянного памятования о своих грехах, пророк стройности и песни желая уничтожить стыд, происходящий от этого памятования, и облегчить невыносимый скорбь, составил такие песни, чтобы вынуждаемые любовью к пению постоянно повторять их, а не постоянно помнили о самих себе, и чтобы постоянное памятование о грехах было для них некоторым постоянным уроком добродетели. Вы знаете, что даже теперь иные книги писания многим неизвестны и по имени, а произведения псалмов у всех на устах, равно как и эти самые песни. Так и с самого опыта видно, сколь великая польза происходит от песни. Потому пророк и говорит, воспою возлюбленному моему песни возлюбленного моего о винограднике моем. Песнь говорит, возлюбленному винограду воспою о самом возлюбленном. И для него я пою, говорит, и предмет песни он сам, и дела его. Не удивляйся, что он называет любимым и возлюбленным того, кого намеревается обличать. И это служит величайшим обличением, что они, будучи любимыми и пользуясь таким благоволением Божиим, не сделались лучшими. Тоже выражает и другой пророк, когда говорит, Как виноград в пустыне нашел я Израиля. Осия 9.10 Он означает этими плодами то, как они вожделенные и любезны для Бога. Вожделенные и любезны не за собственные добродетели, но по благости Божией. А смысл слов его следующие. Я так возлюбил их, как если бы кто нашел виноград в пустыне или ранний плод на смоковнице. Эти сравнения, не соответствуя достоинству Божию, сказаны приспособительно к их чревоугодию. Осия 9.10 А они же, пользуясь такой любовью, отчуждились и пошли к Валфигору. Так точно и здесь пророк называет их виноградом любимым и возлюбленным. Выражая, что Бог сделал все со своей стороны. Так как не они прежде начали любить, но Бог начал прежде. Они же и после этого не оказали себя достойными благодеяний. Но во всем явили противное. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Называнием виноградника пророк выражает все Божие промышление и попечение об них. 61. Впрочем, он не останавливается на этом, но исчисляет и другие благодеяния. И, во-первых, указывает на местоположение. В словах «на горе» он говорит с похвалой, как о свойстве земли и о местоположении, которому Давид в Псалме сказал об Иерусалиме. «Горы, окрест Иерусалима, Господь, окрест народа своего, отныне и вовек». Бого вродил его, говорит, и самым местоположением. Кроме того, не удовольствовался этим. Но сам был для него величайшей стеною. Это и выражает пророк словами «виноградное лозе», означая как «безопасность» и «непреодолимость» места. Так, прежде того, по помощь Божию и заимствуя переносные выражения от воловьего рога, такое выражение в народе употребляется от тех, которые убегают в какое-нибудь безопасное место. Так как вол есть сильнейший из всех животных, а рог есть скрипчающий член этого животного, оно ведь пользуется рогом, как оружием, то многие привыкли так говорить по причине его непреодолимости. И Писание часто называет рогом, единорогом, людей, находящихся в безопасности. Итак, в ветви, в роге, значит здесь «в безопасности», на высоте, как и в начале, пророк говорит «я родил сынов и возвысил» на месте тучным, а Моисей выразил это словами «землю текущую молоком и медом» и «ограждением», «я обнес его оградою» и «очистил его от камней». Ограждением он называет или стену, или закон, или свое промышление. Действительно, закон ограждал их безопаснее стены и очистил от камней, то есть сделал крепкую защиту, так как ограда часто бывает удобно разрушима, то я, говорит, окружил их и другую защиту, и насадил в нем отборные виноградные лозы. Он продолжает переносную речь, которую не должно изъяснять буквально, но довольно знать только цель ее. Избранную, называет он здесь лозу истинную, благородную, приносящую плоды не дурные и низшего сорта, но отборные и первостепенные, потому что много сортов виноградных лоз. И построил башню посреди его, некоторые, разумеют, здесь храм, и выкопал в нем точила, а под точилом жертвенник, так как там собирались плоды добродетелей каждого, и приношения, и все жертвы. Но я и теперь скажу то же, что сказал выше, то есть, что нужно смотреть на цель переносной речи. Всем этим он хочет сказать. Я исполнил все со своей стороны, оказал всякое попечение. Я не обременял их работами, не изнурял трудами, не заставлял их самих строить, копать и насаждать, но передал им вполне устроенное дело, не ограничил этим своего человеколюбия. Но я ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес детей ягоды. И с великим терпением, долго терпел, ожидал надлежащего времени плодоприношения. Это именно и означает, ждал, принесли терпение, указывает на их жизнь бесплодную, грубую, упорную. Какого же прощения могут удостоиться те, которые после столь великого попечения воздают земледельцу такие плоды? И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Велика сила правды, если самим виновным предлагают судить о том, что сделал он и что сделали они. И ныне я не упоминаю, говорит, о древнем, но и ныне готов судиться. Так я никогда не перестаю исполнять свое, а вы не исполняете своего. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Вот я ждал плодов правды, а они принесли терния. Состав речи кажется очень неясным. Потому нужно сделать его более ясным. Смысл слов его следующий. Что нужно и было сделать, и я не сделал. Известно, что они так много грешили. Какое же они могут иметь извинение? Разве что-нибудь опущено было, что они совершали такие преступления? Что нужно сделать винограднику моему, чего я не сделал бы? Вот то, говорит, что сделал я. Но я не останавливаюсь на сделанном и не говорю, что я сделал много благодеяний. А все ли я сделал, после чего уже не оставалось бы сделать ничего? Об этом прошу вас сказать. Вас, которые получали благодеяние, были свидетелями сделанного и собственным опытом узнали это, а не посторонних и чужих. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его и будет попираем. Одержав победу и показав неблагодарность их, он, наконец, произносит свое определение и говорит о том, что намеревается он сделать не для того, чтобы осудить их, но чтобы страхом угрозы сделать более послушными. 63. От него, говорит он, помощь мою, лишу защиты, оставлю без такого промышления. И тогда они, из противоположного, когда подвергнутся разграблению от всех, узнают, чем пользовались прежде, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. Опять он употребляет переносную речь. Если же кто хочет узнать обстоятельные, то он говорит об опечении посредством наставления, посредством заповедей. Они уже не будут пользоваться тем, чем пользовались прежде. Не будут иметь ни учителей, ни начальников, ни пророков, которые бы как прежде исправляли их и пеклись об них. Как заботящийся о винограде окапывает его и подрезывает, так и исправляющие души угрожают, устрашают, поучают, обличают. Но они, говорит, будут лишены этого, будучи отведены в землю, чужую. И зарастет он тернами и волцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Он говорит или о запустении города, или о боскудении их самих и запустении души каждого из них. А под облаками некоторые, разумеют, здесь пророков, которые как бы получали дождь свыше и передавали возвещаемое им народу. Но и они, говорит, не будут делать обычного им. И действительно, хотя один или два пророка пошли вместе с иудеями в плен, но сон пророков тогда молчал. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». Вотребив множество переносных выражений виноград, башня, точила, ограда, копание, обрезывание винограда, чтобы кто-нибудь из тогдашних неразумных людей не подумал, что все это говорится о винограде, он к концу речи тотчас и объясняет. «Ибо виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, не о растениях, говорит речь моя, не о бездушной жизни, не о камнях и стенах, но о народе нашем». Потому и прибавил. «И мужи Иуды, любимое насаждение его». Потому что колено Иудина имело некоторые преимущества перед прочими десятью коленами, и храм находился близко к нему, и все богослужение и более других оно просветало, и было царственным и более могущественным. Называя его возлюбленным, пророк опять укоряет иудеев, которые оказались такими перед Богом, сильно любившим их. Таков закон любящих. И при самых обличениях не скрывают своей великой любви. Отсюда мы получаем и другой немалый урок. Какой же именно? Тот, когда и какие места Писания нужно принимать в переносном смысле, и что мы не можем по собственному произволу употреблять эти правила, но должны по указанию самого Писания пользоваться иносказательным образом речи. Я хочу сказать следующее. В настоящем месте Писание говорит о винограде, ограждении, точиле. Но оно не оставило на произвол слушателя прилагать сказанное, каким угодно предметам и лицам. Но потом объяснило себе, сказав, «Виноград, Господа, виноградник, и есть дом Израилев». Также из Икиили, изображая орла Великого и Великокрылого, входящим на Ливан и обрывающим вершину кедра, не предоставляет произволу слушателей объяснять эту иносказательную речь. Но сам же говорит, кого он разумеет под орлом и кого под кедром. Из Икиили 17.3.12. И этот самый пророк, говоря далее о некоторой сильной реке, стремящейся на иудеич, чтобы слушателю нельзя было прилагать сказанное какому угодно лицу, называет и того царя, которого он назвал рекою. И везде в Писании таков закон, когда оно употребляет иносказание, то предлагает и изъяснение иносказание, чтобы не просто и не случайно необузанный произвол желающих иносказания блуждал и носился повсюду. И что удивительного, если так поступали пророки. И писатель притчи так же поступает, сказав, «Олень любви и возлюбленная пусть беседует с тобою, и источник твоей воды пусть течет для тебя одного». Он сам объяснил, ради чего он сказал это о жене законной и честной, чтобы отклонить отношения с женой развратной и чужой. Притчи 5.18. Так точно этот пророк сказал здесь, кого он назвал виноградом. Далее, после того, как он сказал об обвинениях, сказал о наказаниях, он к концу речи опять представляет и оправдание. И вот ждал он правосудие, но кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Я справедливо, говорит, определяю наказание. Я ожидал, что сотворит суд, то есть правду, а не показали противное, беззаконие, неправду и вопль. Воплем он называет здесь любостяжание, несправедливую раздражительность, безрассудный гнев и несогласие, ссоры, горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто бы вы одни поселены на земле. Сказав, что они производили вопль, то есть предавались любостяжанию и хищению, он приводит и частный вид этой неправды, исполненной великой злобы, и опять начинает плачем, показывая великостью их грехов и выражая, что они страдали не с цельной болезнью. 65. Такие поступки можно видеть и ныне у людей, худо пользующихся богатством, которые делают притязания на соседние земли не для своей безопасности, но в обиду ближним, подобно распространяющимися огню, грабят всех соседей. «В уши мои, — сказал Господь Савалов, — многочисленные домы их будут пусты, большие и красивые, без жителей». Пророк показывает, что они страдают не с цельной болезнью, тщетно и напрасно. Так как подобных людей не столько удерживает наказание и мучение, сколько точное знание, что они не воспользуются похищенным, то он угрожает им этим и говорит, что они будут трудиться, мучиться и пользоваться плодами греха, но наслаждаться, наслаждения иметь не будут. Не дремлющее, — говорит, — око, не смотрит спокойно на такие дела. Словами «услышал» выражает не то, будто эти дела теперь-таки стали известны Богу, но то, что теперь приближается суд и уже наступает воздаяние. «Многочисленные домы эти будут пусты, большие, красивые, без жителей». Таково любостижание. Доставляя предающимся ему большие богатства, оно лишает их и прежнего. Это выражает он и здесь, говоря, «Когда вы устроите великолепное жилище, когда присвоите себе имущество всех, тогда лишитесь и прежнего». Да мы будем стоять без владельцев и громче всякой трубы вещать против тех, которые сначала приобрели их грабительством, тогда как увеличившееся запустение будет представляться как бы некоторым трофеем. Десять участков виноградники дадут один бат, и хонер посеянного зерна едва принесет ефу. От города пророк обращает речь к запустению страны, чтобы со всех сторон поразить слушателя. И домы, говорит, не будут иметь жителей, и земля не будет оказывать своей силы. Так и вначале за грех Адама она произрастила тернии и волшцы, и после него за преступления Каина она приносила плоды гораздо меньше трудов его и собственной силы. И во многих других местах можно видеть, что она наказывается за грехи людей. И удивительно ли, что нечестие людей уменьшает производительность и плодородие земли, если она через нас сделалась тленную и опять через нас сделается нетленную. Так как самое бытие свое она получила для нас и для служения нам, то и состояние такое или иное берет начало, и корень здесь же. Так было и при Ное. Когда человеческая природа не зашла до крайней порочности, то смешались все вещи. И семена, и растения, и роды бессловесных, и земля, и море, и воздух, и горы, и рощи, и холмы, и города, и стены, и домы, и башни. И все вообще покрылось тогда страшным потопом. А когда опять нужно было размножиться роду человеческому, то земля получила свой порядок и опять пришла в трезвие благоустройства. То же происходило, как всякий может видеть, и в частных случаях в честь людей. Так море отступало и опять вступало в свое место. Солнце с Луной задерживалось и останавливало свое течение. Огонь оказывал свойство воды, земля свойство моря, и море свойство земли. Все, сказать кратко, обращается в пользу людей. Так как человек почетнее всего, и для него существует все сотворенное, то теперь, когда народ иудейский согрешил, Бог останавливает плодородие земли, и не дозволяет ее недрам приносить обычные плоды после многих трудов и усилий людей, чтобы они познали отсюда, что ни искусство земледельческих рук, ни волыб, мук, ни свойство земли, и ни что-нибудь другое подобное, но именно Господь всего этого есть Тот, кто изливает все щедрою рукою, и опять, когда хочет, останавливает все. Горе тем, которое с раннего утра ищет секеры, и до позднего вечера разгорячает себя вином, и цитры, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они невзирают, и о деяниях рук его не помышляют. Облегчив великое их любостяжание, он полагает и корень зла. Этим корнем было пьянство, которое бывает причиной бесчисленного множества зол, особенно, когда предаются ему с такою безмерностью. Страница 66. Посмотри, как метко он осмеивает их. Весь день, говорит, они употребляют на это. Не тогда, когда нужно обедать, а не поступает так, говорит он, но всякое время делает временем пьянство, и с самого начала дня, когда особенно нужно было им быть внимательными, они предаются великому опьянению, и потом уже невольно до вечера остаются в этой болезни. Если же они однажды поспешат погрузиться в бездну невоздержания, лишатся естественного смысла, и отдадут свою душу в плен гибельной власти пьянства, то подобно тому, как корабль, не снабженный балластом, и не имеющий кормчивый корабельщиков, носятся туда и сюда, увлекаемый повсюду беспорядочным стремлением, вот, так точно и они носятся, увлекаясь в глубину опьянением. Поэтому пророк и говорит, горе тем, которые с раннего утра ищут секеры. Они не нужде удовлетворяли и не ожидали пробуждения потребности, чтобы удовлетворить ей, но тем и занимались, и о том заботились, чтобы постоянно пьянствовать, поэтому он и говорит. И крепкой секеры, секеры здесь называют сок пальм, который они приготовляли, перетирали, выжимая пальмовые плоды, чтобы обратить его в вино, он имеет одуряющие свойства и производит опьянение, но они не обращали на это внимание, ища во всем удовольствие. Таково свойство пьянства. С течением времени оно усиливается и возбуждает мучительную жажду. Далее пророк указывает на другую вину, не меньшую первой. Цитра и гусли. Это осуждает и другой пророк, когда говорит, которые пьют вино процеженное и мажутся мазями, а мост 6-6. Действительно, это знак крайнего нечестия и душевного развращения, обращать свой дом в зрелище и предаваться таким песням. Что производит помрачающее пьянство, то производит и музыка, ослабляя крепость ума, сокрушая бодрость души и располагая к большому сладострастию. А на дела Божии они не взирают и о деяниях рук его не помышляют. Он говорит или о чудесах его, или о созерцании природы. Как они могут созерцать ее, когда обращают день в ночь, а ночью бывает нисколько не лучше мертвых? Как они могут видеть восходящее солнце, блистательную красоту неба, разнообразный вечерний хор звезд и порядок и деятельность всех прочих тварей, когда они лишены и внешних, и внутренних очей? Таким образом, они немалый вред причиняли сами себе, если отходили из настоящей жизни без созерцания чудес Божьих, будучи погружены все время во мрак пьянства. «Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждаю». Отечество пророк возвещает будущее, как уже совершившееся, и определяет наказание за такой порог. Пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания, наполняя души смятением, исполняя ум мраком, делая его пленником, подвергая людей бесчисленным болезням внутренним и внешним. И Павел знал это, что нечестие само по себе служит наказанием, поэтому и сказал, получая должное возмездие самих себе, за то заблуждение. Но так как бесчувственность их была такова, что они, получая наказание, не чувствовали его, находясь в болезни, не сознавали, что больны, то он возвещает и внешнее наказание. Заметьте, как в самом наказании предлагается великое вразумление, а не вдруг посылается тягчайшее мучение. Бог не вдруг послал плен, но наперед голод и зной, чтобы они, оставаясь дома, сделались лучшими, и своей неисцельной болезни не привлекли войска иноплеменников. Но так как они не послушались и не получили отсюда пользы, то, наконец, он посылает на них крайнее наказание. Впрочем, прежде этого пророк возвышенно и сильно изображает бедствие голоса, голода говоря, зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Говорит так не потому, чтобы ад имел душу, но олицетворяет угрозу, желая сделать свои слова более разительными и произвести живой страх в душе слушателей. Поэтому продолжает так раскрыла пасть свою, говоря как бы о каком-нибудь звере и приближая к ним образ пищей. И всего ужаснее то, что ад не только открыл уста свои, но и остается открывшим их, не насыщаясь погружающимися в него. И сойдут в него и слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Далее, чтобы ты знал, что это происходило не по естественному порядку вещей, но было ударом Божиим и определением, не сшедшим с небес. Он говорит, что туда будут низвернуты люди знатные и облеченные властью, которые расстраивались и приводили в беспорядок дела иудеев. 68. Губителями Пророк справедливо называет их как людей, которые не оставляют ни чести в себе самих, но передают эту болезнь другим. Таково свойство заразы. Начиная с в одном теле, она распространяясь, заражает и остальных. И все, что веселит их, то есть наслаждающиеся удовольствиями, восхищающиеся, считающие себя обладателем постоянных благ, и тот падет и погибнет. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. Посмотри опять на попечение Божие. Он не производит совершенной погибели, не истребляет всего народа, их из среды живых, но оставляет некоторых, чтобы они от наказания погибших сделались лучшими. Это он выражает словами «смириться», то есть те, которые останутся оставленные. А Господь Саваус превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. Указывает на два блага. На то, что они избавятся от надменности и сделаются лучшими. И на то, что Бог будет предметом удивления для всех. Это означает, Саваус вознесется и прославится. Через самое наказание, через поражение их. Что значит суд? Через воздаяние. Исайя 5.17 «И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых». Указывает здесь на малочисленность оставшихся и на чрезвычайное запустение страны. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели. Пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Тогда как пророки постоянно угрожали таким образом, многие, будучи обольщаемы, не верили и самым речам. Так как пророчества исполнялись не вдруг, после того, как были изрекаемы. Потому что природой пророчества служило предсказание, имеющего исполнится спустя долгое время. Так как пророки постоянно говорили о голоде, заразах и войнах, а на самом деле этого еще не было, то многие из обольщенных, находя в самом замедлении бедствий повод к неверию, говорили, пусть исполнится сказанное, если вы говорите правду, то пусть наступят такие события. Покажите нам на деле определение Божие. Потому так, как они делали для себя долготерпение Божие поводом к неверию и через то умножали грехи свои как неверием, так и большей беспечности от неверия, пророк справедливо оплакивает и говоря, вы как бы длинной веревкой привлекаете к себе гнев Божий и увеличиваете свою порочность. Если вы не верите сказанному, то теперь остается вам испытать это на самом деле. Таким образом, вы сами навлекаете на себя бедствия, не веруя сказанному. Поэтому он и говорит горе привлекающим грехи свои, то есть воздаяние за грехи, как бы веревками. Вы издалека привлекаете к себе определенное за ваши грехи наказание, выражая этим их усилия, старания, как если бы кто крепкой веревкой привлекал к себе что-нибудь, так и вы своим неверием привлекаете на себя гнев Божий. Далее говорит и о том, каким образом они привлекали, говоря так, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израиля, чтобы мы узнали. В этом укоряет их и другой пророк Амос 5.18, говоря так, увы, горе желающим дня Господне, для чего вам говорить и привлекать день Господень, ибо он есть тьма, а не свет, мгла, не имеющая света своего. Так и эти неверующие говорили, когда придет день наказания и мучения? Горе тем, которое зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Опять он говорит о том же. Так как они оскорбляли пророков и называли обманщиками, а уже пророков почитали и таким образом извращали порядок вещей, то он возвещает им горе за превратное суждение. Горе им, говорящим лукавое горе, то есть уже пророчество называющим добрым и доброе лукавым, то есть пророчество. Хотя и тяжкие говорят слова пророков, но нет ничего слаще их, так как они словесными угрозами избавляют от испытаний бедствий на деле. И хотя сладкие слова уже пророков, но нет ничего горьче их, так как они прелестью слов навлекают действительную угрозу 70. вот вот как мудро пророк перетолковал их суждения. Так как они словом одних словам не внимали, как изрекающим весьма горькое, а словам других внимали, как весьма благосклонным и заключающим в себе всякую великую сладость, то он сказал, что напротив, великая сладость у пророков, а великая горечь у лже пророков. В том же смысле нужно нам понимать и слова его о свете и тьме. Одни вели их заблуждение, а другие руководили к истине. Одни почти слезав руки передавали мраку плена, а другие принимали все меры, что привести к свету свободы. Потому так как слушатели имели об этом превратное и ненадлежащее понятие, пророк справедливо вразумляет их, говоря «Горе тем, которые мудры и разумны перед самими собою». Немало этот недостаток, когда кто считает себя мудрым и во всем полагается на свое суждение. Отсюда и происходит вышесказанное, то есть, что называет доброе злым, а злое добрым и прочее. За это и Павел осуждал языческих философов, когда говорил, которые, называя себя мудрыми, обезумели. И писатель притчи говорит так, «Видел я мужа, который мечтал о себе, что он мудр, притча 26-12». И в другом месте Павел осуждает это, когда говорит, «Не мудрствуйте о себе». И еще, «Кто думает быть мудрым среди вас, тот быть безумным в веки всем». Ибо премудрые Божие, премудрые мудрого человеческого. Пусть не надеется говорить на собственные мудрости и на свои собственные суждения, но смирив их, пусть предаст свою душу наставление Духа. Так как и между иудеями были такие люди, которые презирали пророков, как пастухов и приставников стада, желая считать мудрыми самих себя, что было основанием гордости их и пренебрежения возвещаемого им, то пророк справедливо оплакивает их, говоря, «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». Не удивляйся, что он, сказав недавно так много против пьянства, опять повторяет ту же речь. Так как эта рана тяжелая и неудобно излечима, то нужно было часто омывать ее. Она тяжелая и неудобно излечима, потому что многим не кажется грехом, тогда как есть стягчайший из всех грехов и производит бесчисленное множество болезней. Потому он и говорит пьющим вино, которое сильный приготовлять крепкий напиток, двоякая опасность от силы опьянения и от избытка власти. Действительно, всем людям нужно благоразумие, особенно обличенным почестями и властью, чтобы увлекаясь бременем власти, как бы каким-нибудь стремлением беспорядочных вод, не свергнуться в пропасть, которая за подарки оправдывает виновного и правых лишает законного. Опять двоякая вина, оправдание виновного и осуждение невинного, а корень того и другого греха принятие подарков. Зато как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Он указывает на быстроту воздаяния, на скорость наказания, изображая таким подобием совершенную погибель их, 71. Все это он и выразил словами пламень, угли, трость и последующими. Прочное и крепкое разрушится, великолепное рассеется, светлое пройдет и исчезнет. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах, и при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Здесь он указывает на жестокую войну, во время которой невозможно будет даже предавать тела погребению, не с тем, чтобы наказаны были мертвые, но чтобы живые, примером чужих несчастий, сколько нибудь удерживались от собственного порока. И смотри, как он сильно выразился, не сказал, что умершие не погребены, но брошены презрение всякого помета, что для живых кажется страшнее всего и ужаснее самой смерти. Но что хуже всего, они после этого не справились, но остаются в том же состоянии. А так как они не справлялись, то он опять угрожает им тягчайшим ударом от иноплеменников. потому и продолжает говоря, и поднимет знамя народам дальним и даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет, чтобы отдаленность пути не повергли в беспечность. Он говорит, что для Бога так легко привести их, как для поднявшего знамя, вывести на сражение вооруженных и готовых воинов, или как бывает это с конями, приготовленными к бою. Как скоро подается знак выхода, они тотчас выскакивают из-за ограды. Таким образом, пророк указывает здесь на два обстоятельства. На то, что они, сущие в народах, легко придут по призванию Божьей, и на то, что они давно пришли, если бы великое долготерпение его не удерживало их. В дальнейших словах он еще более показывает легкость этого. Говоря от концов земли подвигнет, не удивляйся, что он, говоря о Боге, употребляет такие чувственные выражения. Он приспособляет слова к неразумии слушателей, желая показать всем этим только то, что это и для Бога легко, и непременно сбудется. Поэтому и добавляет «Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс сресл его, обуви его». Это сказано преувеличенно. Возможно ли, чтобы они не алкали, не спали будучи людьми и не подлежав общим условиям жизни? Всем этим, как я сказал, он изображает быстроту войска, легкость и скорость. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремнию, и колеса его как вихрь. Рев его как рев львицы, он рыкает подобно скимном, и заревет, и схватит добычу, и несет, и никто не отнимет, и заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Всем этим пророк распространил речь и усилил страх, описав порознь каждое обстоятельство, сказав относительно свойства врагов, их силы, оружие, кони, колесниц, с обавилием сказано привести слушателей великое сокрушение и ясности изображения приблизить к ним эти обстоятельства. Потому он сравнивает врагов со львами и не останавливается на этом сравнении, но изображает и голос, и нападение зверя, и продолжая переносную речь употребляет многообразных выражений. Затем он упоминает о море, говоря, что будет такой шум, такое смятение, какое будет тогда, когда сильно бушует и волнуется море и вообще употребляет все меры усилить страх, чтобы они не имели нужды испытать эти бедствия на самом деле. И что еще более ужасно, тогда не будет говорить защитника ни от земли, ни с неба. Налишенные горней защиты и земной помощи, они будут преданы врагам. Тьмой же он называет здесь помрачение, происшедшее в них от несчастья. Не в том смысле, будто исчезнут лучи солнца, но в том, что страждущие по своему расположению будут видеть среди полудня вместо света мрак, как обыкновенно бывает с людьми, пораженными скорбью и унынием. А чтобы ты знал, что эта тьма происходила не от свойства воздуха, но от их расположения он прибавил тьма жестока в нужде их.